Балди, что ты сделал с учителем? Я ненавижу всех учителей! Я один учитель должен быть! Привет, друзья! Ого! Я расскажу вам свою историю! Когда я еще был маленьким, учился в школе! Ничего себе! Я знал лучше всех математику! И учитель называл меня Зазнайкой! И не любил меня! И знал лучше него математику! И все ребята смеялись надо мной! Балдишка, няу! Няу! А у кого уже был последний звонок? Или скоро будет? Ставь лайк! И нажимай на красную кнопочку! Балди, расскажешь нам эту историю? Ой! Я застряла! Валерий, застряла! Нажмите кнопку! Что-нибудь откройте рычаг! Побежали наверх! Сейчас я открою! Я тоже застрял! Нам нужно срочно сбежать из этой школы! Почему? Вот! Он вызывал меня к доске! И обижал меня перед всеми ребятами! И сказал, что даже будет меня оставлять после уроков! Решать примеры! Дополнительно! Так он тебя за что не любил? За то, что ты просто знал математику лучше него? Я знал лучше него математику! И за это он меня не любил! Я обижал! Так вот почему ты не любишь учителей! Потому что он сам хотел лучше всех знать! И все ребята смеялись надо мной! Учитель при всех меня унижал! Он что, обзывал тебя? Да! Вот такие есть учителя плохие! С тех пор я и не люблю учителей! Да! А что он потом тебе сказал? И однажды он меня решил оставить после уроков! Одного из всех! И что, весь класс ушел и оставил тебя? Весь класс ушел! И он оставил меня одного, чтобы я сидел после уроков и решал математику! Так давай, прыгай! Да, интересно, чем закончится была балде история! Ноутбуки! Надо быстрее прыгать! Ребята, кто их тут поразбросал? Ну это уже студенты современные! Сейчас уже у нас ноутбуки! И мы решаем все на ноутбуках! Карандашики! Все пораспедали! Разбросали студенты! Сколько можно? Все поразбрасывают вечно! И домой пойдут! А нам потом убирай, ходи со шваброй! Я тоже попалась на эти карандашики! Валерий, подожди нас! Я жду вас на другом береге! Берегу уже? А это что такое за аэрозоли? Не знаю! Я знаю! Это граффити, ребята! Это баллоны! Да, баллончиками разрисовывают! Но когда красиво, это ничего! Так вот! Этот учитель оставил меня после уроков и сказал, что мне нужно решить вот эту всю ступку примеров! Ничего себе! Целую кучу примеров по математике! Я говорю, конечно, я их решу! Мне не сложно, но куча слишком уж большая! Я тут буду сидеть до поздней ночи решать эти примеры! Но учитель сказал, ничего не знаю! Занимайся, раз ты такой умный! И ушел! Он не знал! А я открыл эти примеры, и когда я увидел, что это за примеры, я понял, что их невозможно решить, они нерешаемы! Вот откуда Балди стал задавать! Тогда я разозлился! Это пример самый сложный! Да, вот почему, Балди, ты теперь задаешь такие примеры! Давай скорее! О, ты попался под баллончик! Я нечаянно умер! Давай сюда! Давай не умирать! О, Балди, лянь тебя сбрасывалась! Это мои любимые цифры! Я из них составляю самые придурочные примеры всегда для студентов, своих учеников! Это точно! Мама застряла там где-то! Невозможно! И тогда я разозлился! Ты ушел? И ушел, ничего не решая, потому что эти примеры решить было невозможно! Но учитель же сказал тебе остаться в классе! А я убежал, сдрыснул, написал на листике слово «Хелп, помогите!» и убежал! И тогда учитель решил не отомстить! Он раздал листики с твоим «Хелп» всем на уроке! И даже вот этому толстому мальчику! И сказал, что всем будут двойки из-за меня! Потому что невозможно было решить эту контрольную! И с тех пор я вот так вот падаю в лужу и разбиваюсь! О, Валерий, смотри, здесь еще тоже жвачки пораскидывали! Это мои любимые жвачки! Я в детстве любил жвачки, поэтому сейчас, ребят, я не ругаю ребят, которые жуют жвачки! Пусть сами портят свое здоровье и жуют, что хотят! И свои зубы портят! И свои зубы! Так, Валерий, давай аккуратно! Пропусти девочек, Балди! Ну, давай, давай! Девочка медленная, как на парашюте! Давай! А-а-а! Нет, она вообще упала! Бедненькая! Кстати, а там можно упасть вниз и попасть с ящички? Ну, ты с ящичков потом вверх не поднимешься! Там зато можно жить! Да, разве что мы у тебя будем кидать туда какие-нибудь вкусняки! И ты будешь сидеть на этих штучках! И примеры! Девочка, что ты стоишь? Снимай очки, и ты в школе вообще-то! Или где? Ой, она застряла! Смотрите, она стоит... Она застряла в прошлом! О, ножницы! Что-то Плэйн Тайм! Да! Плэйн Тайм, да? Расстроилась! Кстати, я вам расскажу свою историю про Плэйн Тайм! Как она присоединилась к Балди! Да, ребята, очень интересная история! И когда в очередной раз он мне стал угрожать линейкой, я выхватил у нее эту линейку! У него я сказал, что теперь я буду учителем! И я буду всем задавать нерешаемые примеры! И бить линейкой по голове! И бить линейкой всех и наказывать! А ты, учитель мой, прекрасный, который мне задавал примеры такие, будешь сидеть в классе! И я теперь буду тебя задавать примеры и ставить оценки! Я так и знала! И бить тебе буду линейкой и оставлять после уроков, решать примеры, которые решить нельзя! И ты посмотришь! Вот она! Так вот! И ребята, смотрите, какие-то шарики кидают в коридоре и играются! Он хотел показать этому учителю, как было ему нелегко, когда он его бил! Да, ребята, я этому учителю показал! И вам всем покажу! Так, смотрите, здесь пауза челленджа, ребят! Смотрите, все замерло! Эти ученики замерли! Замерли! Я иду! С этими красными шариками! Давайте сюда! Шкаф! В шкафчик прыгаем! Двери нету! О, в шкафчик! Круто! Я хочу в шкафчик! Прыгаем в шкафчик! Тетрадки! Блокнотики! Мы идем в учительскую! Мы сейчас там всех учителей найдем! Гори примеров, как мне учитель задавал! Смотрите, ребята! Да, куча тетрадок наших студентов, учеников! Так, давай сюда скорее! Иначе сейчас школа закроется, и мы из меня застряем! И будем вот это все решать! И опять на ночь останемся! Бегать из этой школы! А ты мне рассказаешь историю про Плейтайм? Да, расскажу обязательно! Однажды к Плейтайм пришла ее подруга утром! И сказала, Плейтайм, вставай! У нас новый учитель по математике! Девочка Плейтайм была самой вредной девочкой! Она всех троллила учителей, потому что она их ненавидела! Она была выпускницей! Она говорит, ну ладно, пойдем в школу! Сейчас я затроллю нового учителя по математике! Вот, я вам сейчас расскажу дальше! Но только давайте попрыгаем по Кока-Коле и этим шариком! Кто Кока-Колу разлил опять? А ну, это вам тут не столовая! И не носок со шваброй! Это вам, это не там! Тут вам не там! О, смотрите, здесь какие-то заныканные вкусняхи! Это читасы! И мои любимые жвачки, прилепленные к парте! Ребята, кто прилепил все мои жвачки к парте? Это очень некрасиво, Балди, на самом деле! Валерий, куда идти? Прямо идем! Идемте сюда! Заходим в стеночку! Вау, это у нас уже... Подождите, мы в столовой! Да! Это буфет! Смотрите, там холодильник и автомат с мороженым! Да? Ну, хватит кушать, Балди! Идемте скорее! Я хочу сникерс! Балди, хватит! Идем! Куда идем? Некуда идти! Вот дверь, да сюда ведем! Бежим, бежим, бежим! Вот, все! Опять разбросанные... Степлеры! Вот, и наша Плейтайм пришла утром в школу! Говорит, ну что, пойдем потроллим учителя, учителя нового по математике! Но, когда Плейтайм увидела Балди, она влюбилась в него! Он был замечательным учителем и не похожим на других! Он не хотел ее обижать и не хотел над ней издеваться! И ставить ей двойки не хотел! И ей, честно говоря, тоже не хотелось над ним издеваться! Ну, по шкафчикам, Балди, сможешь? Смогу! Балди, хватит мне на голове прыгать! Я думаю, это степлеры! Не, мне кажется, это шкафчики! Да это и не шкафчики! Книжки! Полтолаву, Балди, давай! Балди, давай скорее, полтолава! Нельзя остановиться на красную лаву! Хорошо, я побежал! Быстрее, быстрее! Быстрее, лава поднимается! Лава ваша очень похожа на сок томатный! А вам не кажется, что в книжке ничего не написано! И наша плейтайм сказала, Балди, чем я могу тебе помочь на уроке? Давай я с тобой попробую вместе работать! Он говорит, хорошо, хочешь мне помочь? Давай научим детей заниматься математикой! Он говорит, ну подожди, Балди, не все хотят решать твои примеры! Такой, что же тогда придумать? А знаешь что, Балди? Например, давай сделаем так! Так, я могу научить их заниматься спортом! Если не хотят, математику! Круто! О, мальчик без ноги, здорово! Почему ты такой злой? Ты тоже учитель? По-моему, он нам показывает, что надо бежать с этой школы! Быстрее! Балди, где выход? Браун, под светофором дверь! Быстрее, быстрее! Быстрее! Швабра современная! Это уборочная, тут моя любимая швабра стоит! И все разлито, все классно, все как обычно! Ведро! Носок! Давайте быстрее, мы сейчас не выберемся! Где носок, алло? Где носок, алло? В стирке! В стиральной машине! Мальчик в воде стоит! Ты что там стоишь? Одну ногу промочил, вторую тоже! И наша плейтайм говорит, Балди, а давай теперь сделаем так! Ты будешь учить ребят математики! А кто не хочет заниматься, я буду учить его спорта! Заставлять прыгать на скакалке! Не хочешь быть умным? Будь спортивным! А ну прыгай давай! Вот так плейтайм стала вместе с Балди! 8 и 9 июня мы с вами встречаемся в Киеве! Не пропусти, это супер классное блогерское событие! Солнышки, не забывайте, вы у нас самые лучшие! Всем пока-пока!